30 мая Магадан присоединится к всероссийскому полумарафону «Забег». В мэрии областного центра градоначальник Юрий Гришан провел совещание о предстоящем спортивном состязании. Участники смогут преодолеть дистанции в 1, 5, 10 или 21 километр. По словам градоначальника, перекрывать весь город для полумарафона не будут. Те колымчане, которые захотят преодолеть максимальную дистанцию в 21 километр, пробегут 5 кругов по городу. Как рассказали специалисты, в день массового «Забега» в Магадане планируют провести праздник спорта. Вообще мы хотим в этот день сделать праздник спорта в городе Магадане, начиная с 15 часов. А бежим мы одновременно по всей России, в 9 часов по Москве стартует вся страна. У нас это будет в 17 часов. В 17 часов уже стартовый пистолет даст старт первым участникам. Но будет в городе уже много спортивных мероприятий. Мы точно так же открываем большую программу спортивную на Магаданской площади. Там будет установлена сцена, там будет разминка, там будут переодевалки, там будет концертная программа, самая главная точка, где будет все происходить. На четырех промежуточных финишах будут работать музыканты. Также, уверяют специалисты, призовой фонд никого не оставит равнодушным. Цель «Забега» – популяризация бега и спорта. Всем участникам полумарафона нужно будет предоставить медицинские справки. Без них на состязание участников не допустят. Зарегистрироваться на «Забег» можно на официальном сайте. Сотрудники комбината «Зеленого хозяйства» продолжают снегоуборку Магадана. Работают специалисты не только по основным городским маршрутам. Они чистят межквартальные проезды, подъезды контейнерным площадкам, тротуары и лестницы. Как рассказывают эксперты, из-за того, что Магадан – снежный город, трудиться нужно постоянно, чтобы очистить улицы от последствий погодных условий. Когда выпадают сверхнормативные осадки, конечно, техники недостаточно. Мы начинаем работать две смены, начинаем удлинять рабочие смены, работать в усиленном режиме. Но на протяжении уже трех лет колымская природа не балует наш снегом, и этих осадков выпадает намного меньше, чем в предыдущие годы, когда были проблемы. Однако с этим связана и плохая составляющая, то есть негативная составляющая малого количества снега – это грязь. Это темный снег, это не очень уютный, ухоженный вид, который мы имеем сейчас в городе. Но это побочный эффект обработки противогололедными материалами, песко-солярной смесью. После того, как осенью прошел дождь, а потом дороги подморозило, специалисты вынуждены были их посыпать, рассказал Алексей Гаврилов. В составе смеси – речной песок и соль. Это не реагент, уточнил директор КЗХ. Специалисты отмечают, когда температура воздуха становится выше 8 градусов мороза, соль начинает работать, размягчает снег. Однако специалисты его убирают. В настоящий момент как раз производятся работы по уборке этого черного снега с песком с улиц города, который мы нагребли, когда использовали оттепель, которая помогла снять тот лед, который образовался в начале зимы и являлся наиболее травмоопасным элементом на наших тротуарах, что было недопустимо. Оттепель привела к активной работе песко-соляной смеси. Из-за этого там, где проезжали машины, получилась каша из черного снега. Сотрудники КЗХ и ГЛУД активно убирают снежную массу, расчищают дороги и дворовые территории. Празднование Дня защитников Отечества началось в Магадане на площади у монумента «Узел памяти» с возложения цветов. Участниками события стали представители областной и городской думы, ветераны Великой Отечественной войны, участники локальных конфликтов, курсанты клуба «Подвиг», военнослужащие, студенты вузов, а также мэр города Юрий Гришан и вице-губернатор Магаданской области Андрей Калядин. Минута молчания завершилась по традиции троекратным залпом из оружия. После чего в Муниципальном центре культуры состоялся концерт, на котором торжественно вручили благодарственные письма и грамоты военнослужащим и гражданским за их особые достижения, а также эффективную работу на благо страны. Заместитель председателя областной думы Виктория Голубева поздравила присутствующих с праздником. От имени депутатов Магаданской областной думы поздравляю вас с Днём защиты Отечества. 23 февраля для нас это праздник мужественного героизма многих поколений России. Священное служение Отчизне, защита родной земли всегда были долгом и честью на Руси. От всей души поздравляю вас с этим днём. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов и уверенности в защите. Творческие коллективы города присоединились к поздравлениям защитников. Сегодня жители города снова имели возможность пообщаться с градоначальником. Юрий Гришан провёл встречу в новом формате видеоконференции. Граждане задавали вопросы индивидуально в специально оборудованном кабинете. Такой формат встречи использовался впервые. С тех пор, как были введены карантинные меры, приём жителей вёлся исключительно по телефону. У меня сегодня прошла очень важная встреча с горожанами в режиме прямого общения. Пусть даже через экран, но всё равно приём по личным вопросам состоялся спустя почти год. Мы отстроили аппаратуру, и человек находится у нас на первом этаже в приёмной мэрии города Магадана. Я у себя в кабинете, потому что пока дистанция соблюдается. Я скажу, что достаточно всё прошло активно. Конечно, кто-то пришёл с вопросами по жилищному, по жилью. У нас действительно есть очень проблемное общежитие по Марчиканской улице 38А. Есть вопросы по благоустройству города. Были сегодня вопросы по освещению по улице Шандарашимича, транспортной до таможни. Действительно, дворовые территории освещены, часть улицы Шандарашимича освещена, часть территории таможни. Но люди очень много ходят из этой части города в море мол. Там нет тротуара и проходим, к сожалению, по неосвещенному участку уличной дорожной сети. Тоже вопрос взят на контроль. Сейчас рассмотрим, дадим человеку ответ и включим в муниципальное задание нашему предприятию Горсвет для того, чтобы летом это всё было сделано. Наверное, активность сегодня не такая, как на очном приёме, но тем не менее, лёд тронулся, люди пошли в мэрию, у нас началось прямое общение. В дальнейшем, по словам Юрия Гришина, будет налажен формат видеовстреч с гражданами через иные сервисы. Задать вопрос и внести предложение можно будет также, не выходя из дома. Данный формат обретут встречи не только с мэром города, но и с другими чиновниками. Для этого необходимо будет предварительно записаться на приём. История создания ивенской письменности, мастер-класс «Говорим по-ивенски. Современное состояние языков коренных малочисленных народов Севера». В Институте развития образования провели проектную мастерскую «Научно-методические резервы изучения родных языков КМНС». День родного языка коренных малочисленных народов Севера в Магаданской области отмечают 21 февраля. Цель данной встречи – обсуждение проблем языка, а также пути его сохранения. Эксперты утверждают, если на языке говорят менее 100 тысяч жителей, он постепенно исчезает. А если исчезает язык, то, соответственно, будет исчезать и культура. Мы в этой ситуации стараемся поддержать наших коллег и стараемся проводить повышение квалификации педагогов. Свои доклады представили не только сотрудники Института, но и работники Краевеческого музея. Кроме того, к конференции подключились и специалисты из других городов страны. На семинаре эксперты рассматривали возможности сохранения языков коренных народов Севера. Основная проблема, утверждают исследователи, – маленькое количество носителей. Также не хватает учебников и преподавателей. Из-за этого передавать знания становится сложнее, поэтому язык исчезает. Однако специалисты стараются сохранить наследие, готовят справочники и пособия. Все мероприятия направлены на сохранение культур вымирающих народов, малочисленных народов, чтобы сохранить его для потомков, конечно же, чтобы передать их корни, культуру. Для сохранения и изучения культуры во многих организациях Магадана проводят лекции, семинары и встречи с представителями народов Северо-Востока. Участники мастерской поговорили и об особенностях христианизации коренных народов, представили презентацию учебно-методического издания «Краеведческие портреты».